Будем вас жестко наказывать, жестоко, по закону, прям по всей строгости. Я же тебе говорил, Житконожкин, ты получишь по первое число, но мало, конечно. Но я буду стараться, чтобы ты получил по высшему разряду. Друзья, не прошло и полгода после того, как вышла первая часть «Беспредельщик в погонах». Я рад вас всех приветствовать. Ну а сейчас вы увидите, точнее вы уже смотрите вторую часть «Беспредельщик в погонах». Здесь мы подведем небольшие итоги по жалобе, которую я направил в замечательном руководству ГИБДД. По поводу административного протокола, который был составлен сотрудникам полиции на месте. Первое. Это разъяснение прав гражданина, которые так и не были разъяснены должным образом. Он их зачитал, причем после того, как он составил и вынес решение. Если вам в начале составления административного материала не разъяснили права и обязанности ваши, вы имеете полное право в графе не ставить подпись, а именно написать «не разъяснены права и обязанности». Ну, можете просто написать «не разъяснены». Следующий момент у нас. Он указывает, что к протоколу прилагается постановление. Дело в том, что гражданин в объяснении указывает, что он не нарушил ПДД, и ему требуется помощь защитника. И чтобы осуществить, так скажем, свое право конституционное на помощь именно защитника, он просит перенести рассмотрение дела на другое время, на другую дату. Но мы обратим внимание, что в данном постановлении, точнее в данном протоколе, прошу прощения, указан уже номер постановления. То есть по факту сотрудник полиции лишает права гражданина на защиту и выносит решение о виновности. Это грубое процессуальное нарушение. Очень грубое нарушение. Так же, как и неразъяснение прав и обязанностей гражданина. Сотрудник полиции требует поставить подписи в административном протоколе. Вы ставите подпись только за копию протокола и больше нигде не ставите. Что и сделал наш дорогой Вадим. Теперь мы берем постановление, которое было вынесено на месте, но сотрудник полиции отказался его вручать, что является грубым нарушением со стороны сотрудника. Потому что водитель не отказывался в получении постановления, но не согласен был с виной. Ну, так получается, что сотрудник полиции, наш замечательный, в кавычках, конечно, ушел вместе с постановлением. Так вот, какие у нас замечания по поводу постановления? Простые. Данное постановление должно было быть направлено гражданину в течение трех дней с момента вынесения. То постановление гражданин не получил. Но нас это мало уже волнует. Самое интересное, Житконожкин тоже схитрил. Он как-то прям даже мягко вынес решение. Он постановил о предупреждении. Это такая мера наказания. Ну, в данной статье предусмотрено. Либо предупреждение, либо 500 рублей штраф. Что он и сделал? Самое минимальное наказание. Что же его сподвигло на такую мягкость в отношении гражданина? По поводу постановления именно подписи, которые здесь имеются. Здесь во всех графах написано, что гражданин отказался от росписи. Везде отказ, отказ, отказ. Ну, сами мы видели, что инспектор лукавит. Но хотелось бы сказать, что он п***ит, но я не буду так говорить. В данном постановлении есть отметка, рукописная отметка, почтой. То есть, якобы направлена почтой данное постановление. Но, опять же, повторюсь, никто его не получал. Ну, потому что на почту он не приходил. Ну, как понятно, скажут все, что почта плохо работает. Ну, пусть будет так. Нас это уже мало волнует. Мы подали жалобу на действия сотрудника полиции. И она была направлена в прокуратуру. Прокуратура перенаправила, соответственно, в Главное управление МВД, где уже проводилась и проверка. С данной жалобой вы можете ознакомиться в первой части данного видео. Ссылочка будет в описании. Получили мы такой ответ на электронную почту от, значит, командира Дегтярева. Это командир батальона. Сообщаю, что ваше обращение, поступившее в ОБДПС ГИБДД МВД России по городу Воронеж о незаконном возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении вас к административной ответственности по части 1 ст. 12.19 КОАП РФ рассмотрено. Факт, изложенный в обращении, нашел свое подтверждение. В отношении должностного лица проведена служебная проверка, по результатам которой за допущенное нарушение служебной дисциплины принято решение о привлечении его к строгой дисциплинарной ответственности. Дополнительно сообщаю, что постановление по делу об административном правонарушении номер такой-то от 11.03.2017 года вынесено по части 1 ст. 12.19 КОАП РФ отменено. Производство по делу об административном правонарушении прекращено. Но у нас-то этот ответ-то, конечно же, не совсем-то устроит в плане того, что как же он там понес наказание и вообще как проводилась проверка, на основании чего вообще было отменено решение должностного лица в виде постановления, я пришел непосредственно в ГИБДД и получил вот такой вот документ. Решение по результатам рассмотрения обращения гражданина Татаринцева на постановление от такого-то числа, от такого-то номера по делу административного правонарушения. Ну, я не буду здесь на самом деле прям раз, два, три страницы ответа этой проверки, точнее. Зачитаю основные моменты данного решения. Из объяснения инспектора взвода ДПС лейтенанта полиции Житконожкина установлено, что он нес службу с 7 часов вечера 10.03 до 7 часов утра 11.03. В 0 часов 5 минут инспектором взвода ДПС Житконожкиным АВ было выявлено нарушение пункта 12.4 ПДД РФ под управлением водителя Татаринцева Вадима Евгеньевича, в отношении которого был составлен протокол о постановлении об административном правонарушении по части 1.12.19 КОП РФ. Права и обязанности гражданина Татаринцева были разъяснены в присутствии понятых. Вы понимаете, да? Были разъяснены в присутствии понятых. Ну, это понятно с его слов-то, с Житконожкина. Купия протокола об административном правонарушении, так, номер такой-то там, была выдана под подпись. А копия постановления, номер такой-то об административном правонарушении, не выдавалась, так как гражданин отказался расписываться за получение копии постановления, которое было ему направлено по почте. Во время составления административного материала гражданин Серов провоцировал инспектора ДПС Житконожкина на конфликт и мешался ставить административный материал. Ручку я у него забирал, я ему вообще, на самом деле, пытался подсказать, помочь. Только что были зачитаны показания Житконожкина. Мы все видели прекрасно, что они расходятся с действительностью. Таких людей, вы знаете, как называют, вы можете в комментариях сразу написать. Прямо вот на пауз нажать и прямо сразу написать, чтобы потом не забыть. Это, знаете, слово, как бы говорится, пришло и ушло. Оно должно остаться в комментариях. При изучении административного материала, протокола административного правонарушения, постановления по делу, схемы правонарушения, составленного инспектором взвода ДПС лейтенантом полиции Житконожкина, были выявлены нарушения в части составления административного материала и ведения административного производства по делу. Обалдеть, это разве такое бывает? Разве полицейский может нарушить? В протоколе постановления по делу административного правонарушения им не внесены сведения о номиновании прибора технического средства и его заводского номера, чем производилось измерение, а также согласно имеющимся записям в административном материале правонарушителю Татаринцеву не разъяснены права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело административного правонарушения, предусмотренные статьей 25.1 КОАП РФ и статьей 51 Конституции Российской Федерации. Ну, у меня тут прямо сразу напрашивается, почему они говорят в рамках этого решения, в рамках проверки, называют, точнее, гражданина Татаринцева правонарушителем. Они же это решение-то, его постановление отменили, это уже клевета, как у нас любят говорить лжеактивисты. Клевета-клевета правонарушителя. Вы хоть головой-то думаете, когда такие вещи-то пишете? Подписывал, кстати, его Дегтярев. Это я так. При составлении административного протокола по чести 1 статьи 12.19 КОАП РФ инспектором ДПС лейтенанта полиции Житконожкин допущено нарушение требований пункта 112 в скобочках в случае применения технических средств, относящихся к измерительным приборам. Их показания отражаются в протоколе административного правонарушения. При этом указывается наименование технического средства и его номер. И пункта 114 в скобочках. При составлении протокола административного правонарушения, перед получением объяснений лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ. Статья 51 Конституции РФ. О чем делается запись в протоколе? Приказа МВД России от 2.03.2009 года, номер 185, об утверждении административного регламента, короче, ладно, это все понятно. На основании заключения, на основании вышеизложенного, решил Дегтярев, решил. Ну, молодец, молодец, что он что-то решает. Первое. Служебную проверку по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Считать оконченной. Факт нарушения служебной дисциплины со стороны лейтенанта полиции Житконожкина АВ. Считать подтвердившимся. Материал проверки списать номенклатурное дело канцелярии ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж. Второе. Постановление номер такой-то от 11.03.2017 года, вынесено инспектором взвода ДПС ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж, лейтенантом полиции Житконожкиным Александром Викторовичем по делу о административном правонарушении по части 1 ст. 12.19 КОАП РФ в отношении гражданина Татаринцева Вадима Евгеньевича отменить производство по делу об административном правонарушении прекратить. Третье. За нарушение дисциплины, выразившейся вне исполнения пунктов 112 и 114 приказа от 2.03.2009 года номер 185 МВД России, па-па-пам, здесь много-много-много-много-много перечисляются это все по надзору там, в общем, там, дорожного движения безопасности, на инспектора взвода ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж, лейтенанта полиции Житконожкина Александра Викторовича наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Вот так тебя выговорили. Четвертое. В рамках проведения служебной подготовки с личным составом ОБТПС инспектору группы ИА по ИАС ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж, капитану полиции Шипиловой ТА, провести занятия с личным составом по знанию норм действующего законодательства. Пятое. Указать командиру взвода ДПС ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж старшему лейтенанту полиции Агафонову А.М. На постоянный контроль за подчиненными сотрудниками в части неукоснительного соблюдения служебной дисциплины. Шестое. Копию заключения служебной проверки направив в группу кадров ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж для подготовки соответствующего приказа о наложении дисциплинарного взыскания. Я же тебе говорил, Житконушкин, ты получишь по первое число, но мало, конечно. Но я буду стараться, чтобы ты получил по высшему разряду. Данное решение было подписано Дегтяревым, командиром ОБТПС ГИПДД ОМВД России по городу Воронеж, подполковник полиции. Ну, понятно, факты, которые были изложены в жалобе, они нашли свое подтверждение, но почему-то не в полном объеме они ответили. Я именно хотел бы услышать и прочитать ответ по, а было ли вообще событие административного правонарушения. Дело все то, что его нету, оно отсутствовало. И по этому поводу я сделал жалобу и ее направил в прокуратуру. И интересно, что ответят. Мне хотелось бы разъяснение получить. Ребят, в общем, справедливость можно добиться. Как говорится, подписывайтесь на наш канал и порицайте этого. Ну, в общем, вы поняли кого. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok